Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит, показывает, воподом. И сегодня я здесь пойдет о книге «Берлинский боксерский клуб» Роберта Шаринову. Это очень сложное произведение, однако оно настолько сильно оказало на меня воздействие, что я считаю, что его обязательно нужно прочитать даже тем детям, кто в принципе ни к какому боксу отношения не имеет. Эта книга вообще не о спорте, она о жизни, причем о очень серьезных и тяжелых ее моментах. И эта книга о том, как складывалась история в 20 веке, а точнее о том, как она складывалась накануне Холокоста. В этой книге есть все. Есть преступления нацистов, есть гибель людей совершенно неповинных, есть ощущение вот этого вот приходящего ужаса, который скоро наступит и всех накроет, потому что никому же в голову не могло прийти, что случится. Вот в чем беда-то, понимаете? Люди не бежали, потому что они не думали, что могут просто так прийти и убить миллионы людей. Ни за что. Значит, совершенно мирных женщин, детей, стариков огромными, огромными количествами. Просто миллионы людей вывести в расход. Это ужасно. Это невозможно даже описать и представить себе этого, этого лучше себе не представлять. Так вот, книгу, конечно, некоторым образом тень катастрофы накрывает, да, но все ее действие происходит до Холокоста. Все ее действие происходит до Хрустальной ночи и непосредственно после нее. Значит, еще раз повторюсь, книга не про бокс. Еще раз повторюсь, книга не про подвиг одного, значит, известного боксера, Макса, который, значит, его фамилия, я никогда не сослался боксом, я вообще не знал о его существовании. Макс Шмеллинг, значит, вот как гласит аннотация, живая легенда бокса, идеальный ариец. Он был кумир Олимпиады. Значит, и действительно, на время Олимпиады, знаменитой 30-х годов в Берлине, значит, так называемой фашистской Олимпиады, были сняты таблички, значит, «Евреям вход воспрещен» и так далее. Были убраны с газетных прилавков особо одиозные газеты, типа «Штурмовик». Значит, режим сделал вид, что у него все хорошо. Не сильно получилось, скажем так, но в какой-то мере на некоторое время, значит, вот этот кошмар-паутик, да, стал напоминать обычную человеческую жизнь. А кошмар начинается на первых страницах книги. 14-летнего героя не просто унижают и заставляют драться, да, и над ним не просто издеваются одноклассники, которые уже объединились в такую маленькую волчью стайку, значит, подражая старшим товарищам. Те, кто постарше, то они уже давно в коричневых рубашках, они уже давно в штурмовике, они уже у них все схвачено, они могут делать все, что угодно. Значит, и это напоминает первые кадры фильма «Жизнь прекрасна». И я, в общем, очень-очень хорошо понимаю, о чем дальше будет книга. Но я-то взрослый читатель. Очень интересно, как постепенно 14-летний, допустим, читатель будет осознавать, что происходит в этом берлинском боксерском клубе. Значит, мальчик случайно встречает вот этого Макса, знаменитость, кумира всей немецкой нации, там, известнейшего человека, встречает его в галерее собственного отца и становится его учеником. Учеником Макс в принципе никого не обучает, да? Он не тренер, он не занимается тренерской работой. Но тут есть что-то, что называется судьбой, да? Так случилось, что он действительно попадает в обстоятельства, когда у него есть шанс, он им пользуется, да? И вот он, значит, становится учеником, он наблюдает поединки, наблюдает борьбу, значит, на ринге, учится важным вещам, в том числе той вещи, о которой говорит Эпиграф, это очень важный Эпиграф. Первое и самое трудное, чему должен научиться боксер, это держать удары. Тот, кто не владеет этим искусством, никогда не добьется успеха на ринге. Ведь даже величайшим чемпионам достаются бесчисленные удары. Хельмут Мюллер – основа бокса для германских юношей. Так это не основа бокса для германских юношей, это основа жизни для всех, кому выпало жить в такую страшную эпоху, в такие времена. Начинаются аресты, начинаются убийства, приближается хрустальная ночь. Я не буду вам пересказывать сюжет книги. Понятное дело, что Макс совершит своего рода подвиг, и совершит его вовсе не в момент погромов, не спасая кого-то из витрин. Он совершит его в своей собственной карьере, сломав ее навсегда и безвозвратно, и спортивную карьеру, и общественную. Его имя просто Гиббель запретит упоминать в прессе. Он перестанет быть знаменитостью. И попутно так служит соотношение, что он спасет двух детей. Их бесчисленное количество людей было убито. Не забываем, что Холокост все-таки надвигается, и там бесчисленное количество. Но вот каждый, кто спас хоть одного человека, он же спас целый мир. Эта знаменитая фраза, которая используется в фильме «Список Шиндлера», она совершенно никогда не утратит своей остроты. И эта книга не об одном конкретном боксерском поединке, который там стал кульминацией, ну вот я немножко спойлерю, да, не об одной конкретной судьбе. Эта книга в целом о том, что происходило с миром, и продолжает, к сожалению, происходить. Нет, нет, я, конечно, оговорюсь, такого, надеюсь, никогда больше не будет. Но впереди были другие страницы геноцида, уже не относящиеся к фашистскому режиму в Германии. Впереди был весь 20 век, страшный, безумный, полный преступлений. И чтобы выжить в этих бушующих, значит, совершенно волнах, да, требуются именно такие книги. Эта книга не сугубо мальчишеская. В ней нет того, что делает авантюрно-приключенческий вкус книги, очень полезной маленьким мужчинам, да. Вот нет, эта книга, она для подростка любого пола. Потому что, прежде всего, здесь очень важно понять, да, очень важно, каждый, каждый, кто прочтет эту книгу, получит очень важный урок. Кем бы ты ни был, ты мог быть никем не знающим, совершенно человеком, выписывающим какие-то удостоверения, бумажки, и таким образом спасающим людей, да. А мог быть точно таким же чиновником, который никого не спасал, да, вот, а сам уцелевый. Мог быть никем, мог быть знаменитым Максом, вот этим вот Шмелингом, никак не запомним фамилию, да, великим боксером, там, кумиром целой нации, да. И, тем не менее, у тебя всегда есть выбор, как поступать. И не обязательно, что этот выбор, это вот или-или, или вся твоя жизнь, вся твоя карьера, ну, как в случае Макса, да. Могли убить легко за такое, да, могли, конечно, и в концлагерь посадить, и все, что угодно сделать. Но, тем не менее, это отдельная судьба, да, отдельный выбор, вот, не обязательно. Но все-таки выбор есть, и им можно воспользоваться, и можно что-то сделать. И, конечно, нужно держать удар. В любом случае, нужно держать удар, поэтому книга учит очень-очень хорошо. Вот такой берлинский боксерский клуб. Я думаю, что Роберт Шарину написал не исторический роман, хотя все это основано на совершенно реальных исторических событиях, на реальной биографии этого боксера, на реальной истории нацистской олимпиады, на реальной истории хрустальной ночи, страшной, и всего, что произошло после этих погромов, да. Все это основано по горячим следам, по историческим документам, на очень точном воспроизведении исторических событий. Но на самом деле это не исторический роман, это вневременная история. Это история о человеческом, о человеческой сущности, да, о том, что делает нас людьми или лишает нас права называться этим словом. Вот что такое Герлинский боксерский клуб. Читайте издательство «Розовый жираф». Крайне полезная книга, я считаю.